Всем привет! Спасибо, что смотрите мой канал. В мне стало поступать все больше вопросов в отношении практики моего мужа, вообще о том, как он, что он, в общем, о его жизни в Германии и на пути к Германии, скажем так. Поэтому вот сегодня хочу такое видео посвятить ответам на некоторые вопросы, касаемые моего мужа, его работы, практики и так далее. Напомню, что мой муж по образованию травматолог-ортопед, он закончил Омскую медицинскую академию и отработал примерно два с половиной года врачом-травматологом-ортопедом. Значит, когда мы с ним уже собирались пожениться, мы пошли учить язык и как бы шли по направлению к Германии в двух направлениях. То есть он учил язык для того, чтобы получить сертификат Б2 и для того, чтобы искать работу на территории Германии, если что, уехать по рабочей визе. И одновременно с этим практически мы подали документы на то, чтобы получить моему мужу гражданство вообще в Германии. Так, и, значит, подтверждал ли ваш супруг диплом? Нет, мой муж еще диплом здесь не подтверждал. Он лишь сдал языковой экзамен на уровне C1, сдавал он медицинский языковой экзамен. Есть вариант еще для врачей сдать просто обычный экзамен, который можно пройти в Гёте-институте или на территории Германии, но именно на уровень C1. Это такое требование в нашей земле. Мы живем в Хессене или Гессене. Русские по-разному называют, произносят. Значит, есть земли, где еще допускают к подтверждению диплома с уровнем B2. Но по факту для работы в Германии уровня B2 недостаточно. Вам приходится общаться с пациентами, вам приходится понимать медицинскую литературу, и общаться с персоналом клиники. Здесь будут сложности, если ваши языковые знания ограничены только уровнем B2. Поэтому даже если уже получили сертификат B2, лучше продолжать учить язык, наращивать обороты и подходить к уровню C1. Тогда будет более-менее вам попроще. Если он вышел на стажировку, платят ли на него социал? Социал платится на нашу семью в целом, и социал на нашу семью составляет 950 евро. Поскольку мой муж вышел на практику, клиника платит ему 500 евро, и разницу в 450 евро платит нам джоб-центр. То есть социал мы продолжаем получать, и мы по-прежнему считаемся социальщиками, но только что мы его получаем не в полной мере, потому что частично оплачивает нам его клиника. Так, еще были вопросы. Сейчас вот на компьютере я их даже еще не выписывала. Юлия Курбатова пишет. Здравствуйте. Там, тра-та-та. Расскажите, пожалуйста, по условиям, по которым ваш муж был принят на практику, вообще все, что касается врачебной адаптации в Германии. Наши документы рассматриваются пока. Сестра в этом году закончила медицинский университет. Врач-теопевт. Расскажите пошагово, пожалуйста, хорошо ли ваш муж знает немецкий язык, ведь без его владения в совершенстве, насколько я знаю, врачам очень тяжело. Значит, по поводу владения языка, я вот только что рассказала, что сейчас это уровень С1. У моего мужа уже есть сертификат этот. Когда мы приехали в Германию, у него был, так сказать, частично С1. То есть он после П2 уже С1 учил. Расскажите, пожалуйста, про условия, по которым ваш муж был принят на практику. Значит, изначально, немножко вам расскажу, как это было у нас. Пока мы еще были в Омске, мы связались с посредником, который помогает врачам из России, Украины, в общем, может быть, даже из Казахстана, точно не знаю, в общем, врачам из других стран трудоустроиться на территории Германии. То есть они помогают вам, подсказывают, какие документы надо, связываются с ведомствами и так далее. Значит, через данного посредника моему мужу предложили пройти собеседование, еще находясь на территории России, с клиникой. Тоже это была реабилитационная клиника, как и здесь. Мой муж согласился, успешно прошел это собеседование по телефону. Кстати говоря, немцы почему-то предпочитают проводить собеседование именно по телефону, а не по скайпу, например, где они могли видеть своего собеседника. Ну, вот так вот, такие у них причуды. Не любят они скайп, не любят интернет. Значит, и там моего мужа готовы были уже принять без всякого испытательного срока, как здесь вот он практику проходит сразу же, но там было всего полставки свободно, поэтому мы решили попробовать еще один вариант, который тоже вскоре моему мужу предложили. Там он тоже вроде собеседование прошел по телефону, но врачи сказали, что хотят все-таки увидеть его лично и побеседовать с ним. Именно поэтому была назначена встреча, когда мы уже знали примерные сроки, когда мы прилетим в Германию, и именно поэтому мы жили сначала у родственников, а потом только поехали во Фридланд. Мы хотели ехать во Фридланд уже с пониманием того, берут моего мужа или нет. Мой муж съездил на собеседование, и очень долго мы ждали ответа, наверное, около месяца, готовы они, не готовы его брать. В итоге пришел положительный ответ, что готовы они его взять. Поэтому, находясь во Фридланде, на свой страх и риск мы все-таки попросились в Хессен. А так мы, может быть, в другую землю куда-то попросились. Так вот, коротко, если говорить про его собеседование, значит, он это все прошел, и ему потом предложили договор на практику на три месяца. Но мы думаем, что это связано не с тем, что он приезжий, а с тем, что на собеседовании он сказал, что разрешение на работу будет готовиться, ну, примерно в среднем три месяца. Поэтому вот они эти три месяца, чтобы он просто так не сидел, на социале, там, в Германии, ничего не делая, они ему предложили на эти три месяца практику. Так, это вот условие, да, кроме того, клиника ему оплачивает питание, но он ходит только на обед, потому что в это время он в больнице находится, завтракает он дома. Вообще, клиника выделяет деньги на его питание, завтрак, обед, ужин. Вот это еще условие. Кроме того, они оплачивают нам жилье и оплачивают наши коммунальные услуги. Так, и платят ему за практику 500 евро. То есть, вот такие условия, на которых мой муж принят туда. В свою очередь, он выполняет, ну, все, что ему говорят, проявляет себя активно, задает вопросы. В общем, не дает немцам скучать. Так, насчет врачебной адаптации. Ну, вообще, если честно, по поводу моего мужа, я все надеюсь, что уговорю его, чтобы он сам вам рассказал, да, может, ему там что-то буду подсказывать, но, так сказать, информация с первых уст всегда лучше и, надеюсь, что интереснее. Так, еще вот насчет того, что сестра ваша врач-терапевт. Пока ждете приглашения, пока ждете вызова в Германию, ей обязательно нужно идти, начинать работать, чтобы был какой-то стаж уже. То, что она терапевт, это безусловно, безусловно, очень хорошо. Терапевтов катастрофически не хватает в Германии. Это, наверное, одна из самых востребованных специальностей среди врачей, поэтому это большой ей плюс. И думаю, что здесь даже отсутствие большого опыта не должно стать помехой в поиске работы. Особенная, острая нехватка врачей в таких, скажем, деревнях, небольших городах. Я даже вот передачу не так давно на этот счет видела, что действительно не хватает и какую-то помощь, может быть, даже вам Германия окажет, если вот поедете в небольшой город в качестве врача-терапевта. Но терапевту, безусловно, нужно минимум С1. Будет иначе очень сложно, приходят же и молодые, и пожилые. Пожилые здесь очень невнятно говорят, очень тяжело мне лично понимать их речь. Поэтому обязательно, обязательно нужно добивать язык. И чем больше, чем интенсивнее, тем лучше. Так. Вот коротко я вам рассказала, да, ответила на ваши вопросы. Если будут еще более какие-то конкретные вопросы, да, еще что-то, пожалуйста, задавайте. И я все вам обещаю, что говорю мужу, чтобы он тоже снялся на камеру и рассказал вам более подробно, ответил на какие-то вопросы, что и как это у него было. Единственное, что могу сказать, да, мы документами сами полноценно не занимались, то есть нам посредник говорит, что нужно, мы эти документы предоставляем, дальше уже посредник идет и отправляет их туда, куда нужно. Поэтому всю вот эту тонкость, вот этой процедуры я сказать не могу. Точно так же, как и оформление документов для переезда в Германию, как поздние переселенцы, у нас тоже нам помогала фирма, которая есть в Умске, у которой уже опыт есть с этим, да, переводчики, мы все это переводили и так далее. То есть, если будет необходимо, я смогу дать координаты нашего посредника, если это будет кому-то интересно. Вообще посредников в Германии много, которые помогают трудоустраиваться врачам, поэтому можете посмотреть, пошерстить интернет и тоже возможно найти для себя хороший какой-то вариант. Спасибо за внимание, спасибо, что смотрели. Если мои видео вам нравятся, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Всем пока!